Этим деревьям уже почти 15 лет. 47 березок. Именно 47 лет было Михаилу Евдокимову, когда его жизнь трагически и очень загадочно оборвалась. Мы находимся именно на том самом месте, роковой поворот на село Плешково, где все и произошло. Не только для нашего Алтайского края, для нашей страны таких людей не хватает. Вы жители Алтайского края? Нет, Новосибирского. И тем не менее, все равно? Да, мы ездим практически каждый год. Спустя 15 лет после смерти тропа к народному губернатору не зарастает. После гибели Евдокимова анонимный меценат, впрочем, его личность многим известна, установил часовню архангела Михаила. Не первый год общественники обращают внимание краевых властей на ее состояние. На часовне осыпается штукатурка, разрушаются колонны и плитка. Глядя на эти блеск и нищету, хочется напомнить, что вообще-то у нас каждый год с размахом и патриотично проходит фестиваль «Земляки» памяти Михаила Евдокимова. Вот такие мы земляки и потомки. В этом году на фестиваль «Земляки» выделили более 4 миллионов рублей президентского гранта. Некоторые мероприятия пройдут в онлайн-формате «Часть в Верхобском» на родине заслуженного артиста. Формат мероприятий и о проведении, что это будет на стадионе, и что это будет массовое посещение, конечно же, мы не ведем речи. Но мы подготовили программу. Это будет на крыльце школы имени Михаила Сергеевича Евдокимова. У нас будет экран, у нас будет сцена. Понятно, почему даже в пандемию фестиваль не отменяют. Евдокимов был действительно народный любимец. Это кадр прощания с бывшим губернатором. На его похороны приехал сам Путин. В тот день на площадь Сахарова, по разным оценкам, пришло около 100 тысяч человек. Плачевное состояние мемориала, вероятно, беспокоит только обычных людей, которые за свой счет выращивают цветы и устраивают субботники. Провести реставрацию часовни, конечно, не в их силах. На свой баланс не может взять часовню из-за анальный район. Недавно в районе сломалась газонокосилка, нет денег даже на нее. Очевидно, что со сменой власти в регионе отношение к бывшему народному губернатору изменилось. Но пока это только танцы и пляски. Я прошлый год подходила к губернатору. Он говорит, хорошо, хорошо, Раиса Ивановна, мы этот вопрос рассмотрим. Но вот уже прошел год и полная тишина. Месяц назад я звонила в администрацию. Напишите письмо, в течение месяца мы рассмотрим. Я говорю, ну вы понимаете, это не ждет, не ждет уже. Недавно общественность добилась, чтобы именем Евдокимова назвали улицу в Барнауле. Правда, это далеко не центр. Улица Михаила Евдокимова появится в новом квартале на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной. Возможно, в скором времени власти обратят внимание и на часовню, потому что времени уже нет. Пылай по забокам смородина, расистое утро, пылай. Мой край для меня – это родина, а родина – это Алдарь. Ирина Корчагина, Николай Шелко. День с толком.